Адаптеры питания, либо зарядки. Здесь максимально все дешевое стоит, то есть из-за этого она, скорее всего, и вышла из строя. Экономите на проводах, не экономьте на зарядках. Это очень важный элемент. Есть оригинал, есть копия. Почему вообще айфоны могут сгореть? Железочки, для того, чтобы ваша зарядка весила как оригинал. Внутри любого устройства есть контроллер, который ограничивает питание. Мультифункциональность, это значит, что в одной зарядке у вас 4 или 3 разъема. Практически в 2 раза меньше, чем эпловская. Дешевая зарядка, которую вы покупаете где-то в фикс-прайсе или в Ашане, это не лучший вариант. Типа вот этих зарядок. Мягко говоря, это небезопасно. Всем салют, с вами опять инженер Сергей. И сегодня мы поговорим про одну очень интересную тему. Под названием адаптеры питания, либо зарядки. У нас сегодня достаточно огромный набор, для того, чтобы разобрать, какие зарядки бывают, чем они отличаются, и почему дешевые зарядки не есть хорошо. И вот такая вот оригинальная копия. Что-то из этого мы попробуем разобрать, посмотреть внутри, как это выглядит. Чем отличается копия зарядки Apple от оригинала. У нас сегодня такой большой набор неспроста, потому что часть из этого мы распакуем, покажем на примере. Что-то не будем распаковывать типа вот такого, потому что, ну, здесь идет, это, грубо говоря, домашняя зарядка. Вряд ли кто-то будет с собой таскать огромный провод с зарядкой. Но покажем, это новая технология, ГАН-зарядок, которая очень сильно сейчас набирает популярность. У нас в наличии типы зарядок. Самые обычные медленные зарядки, самый стандартный, классический. Потом новый этап быстрых зарядок. Потом универсальные быстрые зарядки. И вот эти три, это ГАН-зарядки с универсальными разъемами, которыми вы можете заряжать не только телефоны, планшеты, либо часы, но еще и компьютеры. В принципе, самое главное отличие данных зарядок состоит в их мощности. То есть, у нас есть минимальная мощность. 5 Вт. Это самый минимальный стандарт, который использовался раньше, всегда был, все его классически используют. Такие зарядки покупают в фикс-прайсе, такие зарядки покупают в Ашане стоят от 50 рублей до 500 рублей. То есть, с помощью этой зарядки можно заряжать и телефоны, и планшеты, но они будут заряжаться просто целую вечность. От 10 часов до суток. И вот этого максимально не хватает для зарядки нынешних смартфонов, которые уже выходят последние, я бы сказал, 5 лет. Следующим этапом идут быстрые зарядки. У нас здесь, например, два блочка. Один копия Apple, другой оригинал от Apple. Чем именно они отличаются, мы расскажем и посмотрим чуть позже. Но это новый этап быстрых зарядок 20 Вт. То есть, здесь вы можете зарядить свой iPhone. Приблизительно некоторые заряжаются за часа 2-3. Ну и один Type-C разъем, потому что быстрая зарядка в основном идет через Type-C. Вот это тоже 2 Вт. Здесь два разъема USB Type-C и USB Type-A. То есть, обычный USB. В чем плюсы и минусы? Здесь есть быстрая зарядка. Но если вы используете сразу два разъема, то быстрая зарядка уже как бы чуть-чуть снижается. И мощность потребления снижается в несколько раз. На таких зарядках обязательно смотреть нужно инструкцию, чтобы понять, сколько она выдает мощности, если вы используете сразу два разъема зарядки. На USB Type-C у вас будет выходить где-то максимум 18 Вт, а на обычный 15 Вт. В таких зарядках я не советую использовать одновременно два разъема, потому что она очень сильно угревается и может быстрее сгореть из-за этого. Перейдем, пожалуй, к нынешним ГАН-зарядкам. Это сейчас на данный момент считаются самые мощные зарядки из-за своей технологии. Далеко не новая технология, потому что ее начали производить, по-моему, более 5, а то и 6 лет назад. В основе этих зарядок лежит уже нитрит галя, а не самые обычные полупроводники. Это позволяет сделать несколько плюсов и один огромный минус. Из плюсов у нас основное это компактность, минимальный нагрев и мультифункциональность. Что это вообще значит? Мультифункциональность это значит, что в одной зарядке у вас используются 4 или 3 разъема. В зависимости от мощности. У нас есть вот это 140 Вт, 100 Вт и вот это 100 Вт. Вот это я себе покупал для личного использования и уже гоняю где-то больше года. Очень доволен. Это я покупал чисто для тестов, чтобы показать, что вообще внутри ГАН-зарядки находится и как это выглядит. То есть ее мы тоже сегодня попытаемся распилить, разобрать, глянуть, что там внутри. Новое устройство формата ГАН не требует наличия огромного количества элементов внутри, как это делают обычные кремниевые зарядки. Из-за повышения КПД в 2-3 раза повышения КПД здесь можем использовать меньшее количество элементов и плюс меньше идет нагрева. Вы можете реально использовать сразу одновременно 4 зарядки. То есть вы можете использовать зарядку 4 устройств и у вас не будет она дико разогреваться либо превращаться в хлам. Она конечно будет тепленькая достаточно, но это все предусмотрено заранее. За этим уже стоит будущее. Основной элемент нитрит галлия, он менее подтвержден тепловыделению, а значит его можно использовать безопасно в таких маленьких зарядках. По факту конечно она не то чтобы прям очень маленькая, но при сравнении с оригинальной Apple зарядкой, которая выдает то же количество ватт, это конечно небо и земля. Первую ГАН-зарядку свою я купил где-то 3 года назад. Она до сих пор стабильно работает без каких-либо проблем. Если вы хотите покупать универсальные ГАН-зарядки, вам нужно обязательно посмотреть, какое количество ватт должен потреблять ваш ноутбук, чтобы корректно заряжаться. Иначе вы купите 100 ватт, ваш ноутбук требует 120 ватт. Это значит, что при зарядке ноутбука вы сможете его заряжать только в выключенном состоянии и очень долго. Основной минус нового поколения ГАН-зарядок состоит в его ценообразовании. Такая вот зарядочка на 4 разъемчика приблизительно стоит от 5000 рублей до 8000 рублей. Это 100 ватт на минуточку, где 140 ватт уже может стоить дороже на пару тысяч рублей. Там сейчас уже появляется новое количество ватт, до 200 практически. Все, что я видел, это 180 и 200. Там ценник уже за 10 тысяч рублей. Да, это максимально неудобно в плане цены, но это максимально надежно и не нужно таскать с собой миллион блочков разных, чтобы заряжать свою технику. Достаточно один раз потратиться, купить вот эту штуку тысяч за пять и вам больше не придется вообще заморачиваться с кучей зарядок. Очень неудобно в путешествии, либо куда угодно вы поехали. При количестве новых подключений ваша мощность зарядки полностью будет перераспределяться. Это значит, при подключении трех это уже превращается 60 ватт, 20 ватт, 18 ватт. Я его тестировал, он спокойно мне заряжал ноутбук, айпад, часы и еще айфон с планшетом. Никаких проблем вообще в процессе эксплуатации я не встретил и не заметил. Разберем обычные зарядки. Чем? Копия Apple отличается от оригинала. Почему важно покупать оригинальные зарядки? Да, они стоят две с половиной тысячи рублей, а вот эта штука стоит от пятиста до тысячи. Но почему лучше переплатить, а не экономить? Не вижу смысла разбирать старые зарядки Type-A, которые 5-10 ватт, которые просто заряжаются медленно, потому что это уже как бы прошлый век. Если вы еще сидите на них, ребят, переходите, переходите даже на копии, хотя бы копии, которые стоят не так дорого, как и оригиналы. Потому что это намного лучше, чем медленно сидеть и ждать не пойми, чего. Это выкидываем. Здесь я тоже не думаю, что есть смысл что-то разбирать. Я уже все сказал, поэтому ее мы тоже убираем. И оставим главный вопрос. Копия или оригинал? Почему вообще айфоны могут сгореть? Все на самом деле очень просто. Более дешевые продукты сделаны менее качественно. За счет этого происходят какие-то сбои внутри, либо распайка, либо перенапряжение, вследствие чего контроллеры сгорают. Вы можете, конечно, айфон заряжать не только оригинальными зарядками, но эти зарядки должны быть максимально качественные. То есть, сами понимаете, на что я намекаю. Внутри должны быть качественные элементы, качественная сборка. Дешевая зарядка, которую вы покупаете где-то в фикс-прайсе или в Ашане, это не лучший вариант. Потому что качество сборки там максимально хромает. Но потратьте чуть-чуть больше, купите хотя бы нормальную копию, от которой минимальный шанс того, что у вас что-то вообще сгорит. Куча других производителей, типа Базеуса, есть еще Грин, классный производитель. Я недавно для себя еще открыл классные китайские производители Хока. Они в целом делают тоже более-менее качественно. И шансов того, что у вас горит телефон или ваше устройство минимален. Он все же присутствует даже в оригинальной зарядке, чтобы вы это понимали. Но в оригинальной зарядке порог того, что у вас горит устройство, снижается до минимального процента. Это связано не только с зарядками. Очень важную роль играют правильные провода. То есть, если взять сторонного производителя, тот же Базеус, вот эта зарядочка стоит где-то 1000 рублей. Вот это можно найти за 500, а можно за 100 рублей. Максимальное отличие в том, что здесь есть бренд, который дает качество. Обычно брендированные вещи дают на свои продукции гарантию. Обычно это год. Но это, к сожалению, в нашей стране редкая практика. Потому что аксессуары считаются расходным материалом. Если сгорел, пошел, купил новый. Поэтому у нас на него гарантию особо не дают. Но если вы купите оригинал, и у вас что-то сгорит. Apple обязана поменять этот адаптер на новый. Даже если он был в комплекте от iPhone. Вы просто приносите адаптер. У них есть серийники. Они его пробивают у официалов. И меняют вам на новый. Без каких-либо вообще проблем. Понятное дело, из-за того, что в России Apple больше нету. Это немного превратилось в кошки-мышки. Которую вы просто не сможете обменять. Но в любой другой стране вам всегда помогут и подскажут. Плюс более дешевые зарядки. Более дешевые элементы. Более высокий риск того, что она выйдет из строя. Чаще всего эти адаптеры без функции быстрой зарядки. То есть самый обычный адаптер. Типа как вот, который я вышвырнул. Где-то он здесь валяется. Типа вот этих зарядок. Это дешевый. За 500 рублей. Хорошие быстрые зарядки обычно не стоит так дешево. Насколько вообще это безопасно? Мягко говоря, это небезопасно. Но вы все риски принимаете на себя. У них нет обычно никаких защит. Ничего нет. Просто обычный внутри куча элементов. Вот выглядит это вот так. Все распаяно. И они у вас будут каждый месяц гореть. Если вам это надо, покупайте. Чего я могу поделать? Адаптеры чаще всего горят только от того, что у них дешевая сборка. Дешевые элементы. Дешевые контроллеры. Дешевая материнская плата. Вот этот адаптер, который я уже разобрал, это, например, копия оригинальной эпловской зарядки. Здесь максимально все дешевое стоит. То есть из-за этого она, скорее всего, и вышла из строя. Плюс нету никакой защиты по элементам. Отсюда сгорают контроллеры питания. Айфоны перестают включаться. Айфоны перестают заряжаться. В таких случаях хотя бы использовать оригинальный провод. Вот тут мы подошли к вопросу о проводах. Почему качественные провода тоже играют роль? Потому что есть провода, которые пропускают 100 ватт. Есть провода, которые пропускают только 60 ватт. Есть провода, которые пропускают только 20 ватт. А есть провода, которые и 10 ватт еле-еле пропускают, чтобы вы понимали. Поэтому если вы хотите сэкономить на чем-то, экономите на зарядке, не экономьте на проводах Экономите на проводах, не экономьте на зарядках Это очень важный элемент Мы можем взять дешевый провод, но через себя он пропустит весь сток, который выделит эта зарядка И ваш телефон просто сгорит А есть провод, который при таких случаях не пропустит через себя кучу-кучу-кучу всего Я, конечно, придерживаюсь мнения, что лучше купить оригинал и придерживаться оригинала Да, это дорого Но мне не придется заморачиваться с ремонтом своего устройства. Да, кто-то скажет, что типа оригинальные зарядки у Apple, они ненадежные, постоянно разваливаются. Ну, купите вы не одну зарядку, купите сразу, блин, комплект зарядок. У меня всегда 4-5 комплектов, в работе один, дома один, с собой один, чтобы всегда использовать разные зарядки. За счет этого у вас увеличивается срок использования этой зарядки. Я тут набрал немножко зарядочек разных. Это у нас Type-C зарядки с разным количеством ватт. Вот эта вот, например, 240 ватт, она более универсальная, подходит как датакабель, как быстрая зарядка для всех последних компьютеров. Тут у нас уже поменьше. 100 ватт, 60 ватт, 20 ватт. Эти кабеля уже, в принципе, даже на 100 ваттах можно передачу данных с 480 мегабит в секунду сделать. Оно поддерживает. Но здесь уже ограничения по передаче тока. Если, допустим, вам при передаче видео, допустим, на экран нужно дополнительное питание, то 240 ватт лучше всего подойдет и справится с этой задачей. Чем меньше ватт, тем дешевле вообще сами по себе зарядки. Если вы, кстати, переживаете, что у вас что-то выгорит при использовании 240 ватт, ничего такого не произойдет, потому что внутри любого устройства есть контроллер, который ограничивает питание. Чаще всего сгорают провода, зарядки, а ноутбуки остаются целыми. Но если у вас дешевые провода и дешевые зарядки, то сгорает все вместе с компом. Я считаю, самый главный вопрос, чем внутри отличается оригинал от копии. Мы сейчас это разберем. Плюс разберем ган-зарядку, чтобы увидеть, чем вообще она отличается. Вот эта приколюшка, можно заряжать макбук. И чем она отличается от оригинальной зарядки макбука. Вот этот оригинал, вот этот нет. Нет. Отличие, в принципе, заметное. Это видно невооруженным глазом, потому как это упаковано, как это сделано, качество сборки. Внутри при этом максимально идут отличия. Сейчас мы это все разберем и посмотрим. Начнем с копии. Вот эта штука, она сделана очень добротно, потому что вот этот пластик, он единым целым у оригинала. Идет то, что я уже разбирал, смотрел. И его надо распилить с нескольких частей и аккуратно все на клею отклеить. Копии от оригинала, именно при разборе, отличаются тем, что оригинал, он более жестко скреплен, более жестко склеен. В то время как копия легче разбирается. Но вот без этой вот штуки, это практически нереально разобрать. Поэтому мы берем и просто распиливаем. Копия уже как бы идет на излом. Это наш копия. Я так понимаю, в основном весь клей вот здесь вот используется, крышечки внутри. И она вот за счет этой основы держится. Когда мы начинаем распиливать эту часть, клей чуть-чуть шатается и все это спокойно снимается. Все. Мы разобрали копию. Сейчас то же самое сделаем с оригиналом. Пластик более жесткий, более плотный. Он тяжелее разбирается, но тоже, как видите, ничего не у него нет. Все это еще, кстати, склеено на клею. Пришлось повторно проходить в некоторых местах, чтобы от нормального можно было отделить и показать вообще внутрь. Есть оригинал, есть копия. У оригинала более дорогие элементы, более дорогая плата, более дорогой чип-контроллер. Помимо того, что у них есть чип-контроллер, у них здесь есть куча элементов в обвязке, которые предохраняют вас от попадания прямого тока в ваш телефон. То есть есть контуры защиты. Нормальная дорогая катушка. Дешевая максимально дешманская катушка. Контроллер. Самый дешевый. Нормальный контроллер, который стоит немалых денег. Вы как бы платите за качество. Можно просто внешне вот так вот посмотреть и сразу заметно, что выглядит дорого, недешево. Помимо этого, все элементы изолированы. Практически под каждый элемент есть защита, чтобы если что вдруг перенапряжение ушло и вышибло какой-нибудь маленький элемент и ничего не загорело. Здесь нет практически никакой защиты. Есть дешевые катушки, дешевые вот эти элементы, транзисторы, резисторы дешевые максимально. Контроллер самый дешманский. Но это не значит, что эта зарядка плохая. Да, как бы есть высокий риск того, что может что-то сгореть. Этот риск состоит в том, что насколько хуже качество сборки. То есть вот это не самая дешевая копия. Качество сборки, ну, не супер идеально по сравнению с оригиналом. Но даже в таком состоянии эта зарядка может прослужить до 5 лет спокойно, без каких-либо проблем. Тут нет защитного контура под каждый элемент, как у оригинала. Но при этом она выполняет свою задачу. Если вдруг у вас будет перенапряжение в сети, у основных контроллеров всегда есть защита, которая обезопасит ваш телефон от выгорания, либо выхода из строя. Самое вообще смешное в этой копии, даже смотрите, вот здесь есть вот эти элементы. Я сначала не понял вообще, что это такое, разобрал еще одну и выявил, что это утяжелители. Просто, просто железочки для того, чтобы ваша зарядка весила как оригинал. Вот это какая-то забавная. Если у Apple идет основной контроллер вот этот, то тут идет раз, два, три контроллера. Сколько я мог, четыре, по-моему, нет, это не контроллер. Четыре или три контроллера, которые пытаются распределить энергию правильно, чтобы ничего не сгорело. У Apple в то же время идет основной контроллер. Вот он, который выполняет все задачи. И здесь есть, в принципе, маленькие кучи элементов с защитой, которая помогает, обезопасивает ваше устройство от выгорания. Вот это оригинал, вот это две копии. Но здесь уже поинтереснее сделано. Вот это самая дешманская копия, самая дешевая. Здесь, как бы, видите, утяжелители, куча элементов дешманских и так далее. Вот это уже копия подороже. Здесь элементы идут уже понадежней, получше и их побольше. Понятно, что вот это вот тоже вот утяжелитель огромный, который здесь нужен чисто для того, чтобы все думали, что это прям оригинальная зарядка. Вот он просто посередине валяется. Но здесь уже элементы покачественные. Катушка такая же, не супер, как бы, супернадежная, как здесь у нас находится. Плата идет более качественно. Элементов контроллеров чуть-чуть больше. Плюс есть защитные, появились защитные именно контуры для элементов контроллеров. В то время как наиболее дешевой копии их нету, в принципе. То есть контроллеры, ну, есть, вот на этом есть, на этом, например, нету. Как вы видите, качество сборки максимально хромает. Просто посмотрите на вот эти элементы. Здесь видно припой, флюс оставшийся, пайка. Просто, как бы, ну, мягко говоря, не очень. Здесь на оригинале каждый элемент залит компаундом, чтобы ничего не оторвать. Все сделано аккуратненько, выверено до миллиметров. В то время как здесь, это просто, конечно, просто жесть. Здесь вы платите 2,5 тысячи за качество сборки, защитные элементы. И можете не беспокоиться, не думать о том, что ваш телефон каким-то образом сгорит. Здесь есть риск того, что все это сгорит, но он тоже минимальный. Все зависит чисто от одного китайца, который собрал эту штуку и эту штуку. Вот примеры, решайте сами. Так, это у нас ГАН-зарядка. Мы сейчас ее сравним вот с этой зарядкой. Это оригинальная зарядка Apple на 8,7 Вт. Это power adapter, чтобы заряжать ноутбуки, понятное дело, старого поколения. То есть вот эта зарядка мощнее вот этой. И по размерам меньше. Вот просто вам сравнение. Ну, он чуть-чуть толще, но сам факт, что здесь только один Type-C и 87 Вт на один Type-C. И здесь раз, два, три, четыре разъема на 100 Вт. Давайте попробуем пропилить. Спустя минут 20 я, наконец-то, смог пропилить слой просто. Это офигеть какая надежная зарядка, ребят. Я прям сразу вижу, вот здесь вот раз катушка, два катушка. Плюс у нее защиты есть сразу. Раз, два. То есть это вы просто посмотрите на сборку. Вот первое, что видно. Я разобрал. Она внутри еще меньше. Вы видели, как толстый кусок пластика сверху идет. Миллиметр два, три. В общем, я с трудом ее разобрал. И внутри вот такая маленькая штучка. Это очень маленькая зарядка. Практически в два раза меньше, чем Apple. Здесь внутри очень тонкий пластик и максимально огромные элементы. Вот эта толщина из них. Здесь у нас элементы охлаждения. То есть это термопрокладки идут. Огромная термопрокладка, которая охлаждает дополнительно элементы. Куча контроллеров. Как минимум раз, два, три, четыре, пять. Шесть штук я вижу минимум контроллеров. На каждый из контроллеров есть защитная обвязка. Максимально качественная сборка. И не самые, кстати, дешевые, дешманские контроллеры. А достаточно адекватные. Они сделаны для того, чтобы распределить ток. Когда вы используете только один, либо два, либо три, либо все четыре. За счет того, что вы используете разные зарядки, идет куча разных контроллеров. Все залито специальным резиновым клеем, чтобы никто внутрь не добрался, чтобы ничего не замыкало. Все заизолировано, все сделано прям грамотно. Маленькая сборочка, которая обезопасит вас на длительное время от замены всяких непонятных зарядок. Вот это качество, ребята. Вы сейчас увидели, чем отличаются зарядочки ГАН от обычных зарядок. Чем отличаются копии от оригиналов. Мы должны как-то это все скомпоновать и решить с вами, а что лучше всего использовать для зарядки. В домашних целях вы можете использовать разные блочки, какие вам удобно. Дешевая сборка, понятно, к чему может привести. Оригинальная намного лучше. Но в любых случаях сейчас, в последнее время, я задумался о том, как сократить количество вообще моих зарядок, проводов и так далее. И пришел к выводу, что лучший вариант на данный момент покупать универсальные ГАН-зарядки. Во-первых, здесь можно одновременно заряжать много устройств. Во-вторых, она максимально компактная. И ей можно заряжать также ваш ноутбук без всяких проблем. То есть, вместо того, чтобы использовать вот этот блочок от Apple, таскать с собой, плюс еще блочок от iPhone. Как бы вот это все заменяет вам одна вот эта зарядка. Этой зарядки я спокойно заряжаю свой макбук, телефон, планшет и часы. Да, недешево, в районе 5-6 тысяч вы тратите денежку один раз. И этого вам хватает на длительные 2-3-4 года, если вы за это время ее не убьете. Что все это считается расходным материалом. Оно все может ломаться, либо сгорать. Я их использую на работе и в путешествиях, либо беру домой. У меня все это есть в наличии всегда. Это очень удобно, компактно, взял с собой и заряжаешь сразу все свои устройства, которые у тебя есть с собой. Прежде чем бежать и покупать их, я советую внимательно отнестись к этим моментам. И выбору нужного количества ватт именно под вас. То есть, я, например, по ошибке просто в первый раз не посмотрел характеристики своего ноута и купил 100 ватт. И со 100 ваттами у меня ноутбук не заряжался. После чего я отложил эту зарядочку, как бы использовал в работе и купил 140 ватт. 140 ватт уже спокойно тянет. Там еще есть, по-моему, 200 ватт, что тоже круто, но это уже под более мощные модели. Я думаю, на этом сегодня мы можем закончить. С вами был инженер Сергей. Подписываемся и гуляем!